Веня, как всегда, Лукаса загнал. Кто хотел Лукаса увидеть? Вот он. Загнал наверх. Бедный Лукас сидит испуганный. Рычит на Веньку. Лукас, Лукас наш котёночек хороший. Веня не хочет с тобой дружить, да? Веня не хочет с тобой дружить. Лукас, Лукас. Ты музыку сам на ходу выдумываешь? Или как? Или уже знаешь? Не придумываешь, если что. Да? Интересно, у меня так получится. Как это называется штука? Хангдрам. Хангдрам? Что, я знаю, это ноги ставить. Попробуй, говорит, матери. Встань, мать. Попробуй. Нет, я не встану. Ты что, я вот так вот так могу поставить немножко. Это очень, очень колючее, потому что, ну, просто очень. Это невозможно. А ты что, можешь встать? Да. Прямо с полным ростом? Нет, нет, я не смогу. Ай! Очень больно. Не, очень больно, Илья. Ты что? Ты точно можешь встать? Да ты что, ну, и вы что, там нет крови? Нет, дырки просто. Дырки. Нет, ты что? Это невозможно. Друзья, хочу вам ответить на один часто задаваемый мне вопрос. Как открыть свой канал? Из чего я начала вести свой канал? И когда, и как это всё получилось? Сейчас я вам немножко расскажу предысторию. Свой канал я открыла примерно лет семь назад. Канал я свой вела без чей-либо помощи. То есть сама добивалась буквально с нуля всё сама. В то время, когда я начала вести канал, информации в интернете практически не было. И я наступала на все грабли, которые только можно было. Делала ошибки, не знала, как подключить ту или иную функцию. Сейчас это гораздо проще. Сейчас много возможностей. Я хочу дать совет для тех, кто постоянно спрашивает меня, как начать, с чего начать, какие видео лучше снимать. И сейчас я вам покажу одно очень интересное видео, которое, мне кажется, такое залипательное. Все останавливаются на таких видео, очень любят и в России, и за границей. Сейчас покажу вам кусочек, и вы поймёте, про что я говорю. Это АСМР. Это вот такого плана видео. Ничего особенного. Просто берёте кусочек мыла, разрезаете его на камеру. Красиво, ярко, чтобы было. Ничего сложного. Но очень хорошо просматриваются такие ролики. И что-то типа такого. Круто, да? И особо усилий никаких не нужно применять. Также можно снимать своих питомцев, природу, ваш город, рассказывать о каких-то достопримечательностях. То есть тем может быть просто большое количество. Самое главное – правильно выбрать тему. Самое главное – выбрать правильно тему. Та, которая будет интересна вам. О которой вы сможете рассказать. Если вы не хотите, например, показывать своё лицо на камеру, то вы всегда, опять же, можете показать, я говорю, своих питомцев. Либо рассказывать что-то о моде и показывать, в чём ходят люди на улице. Ну, то есть вариантов куча. Авторы таких залипательных видео зарабатывают несколько тысяч долларов. Друзья, и к чему я это всё веду? Мой коллега Ильдар Гузаиров проводит бесплатный интенсив, который будет проходить три дня, три вечера. Абсолютно бесплатный. Я вам скажу, по какой ссылке пройти. Вы пройдёте, запишетесь. Я вам покажу точно сейчас, как нужно всё это сделать. Запишетесь, кому интересно, на бесплатный интенсив, который, повторюсь же, будет проходить три дня. И вы всему там этому научитесь. И всё это совершенно бесплатно. Три дня он научит вас, как создать канал, как быстро выйти на монетизацию, как продвигать свои видео. Друзья, для создания канала специальные какие-то устройства, телефоны не нужны. Обычный смартфон. Обычный смартфон и ваше желание. Блогеры может абсолютно каждый. Мамочка в декрете, пенсионеры. Есть блогеры, которые начали только свою деятельность в 65 и в 75 лет. Поэтому у нас и у вас всё впереди. Трюкдневный вебинар будет проходить вечером, уже после работы. Так что всем будет удобно его посетить. Друзья, записаться на вебинар совсем просто. Просто переходите по ссылке. Опускаетесь вниз. И здесь нужно ввести электронный адрес. И введите номер телефона. И зарегистрироваться бесплатно. Нажимаете, регистрируетесь. И всё. Всё просто и легко. Так, вот и всё. Я зарегистрировалась на вебинаре тоже. Вот. Отлично. Вы записались на вебинар. Друзья, ссылочку я оставлю вам под видео и в прикреплённом комментарии. Так что проходите. И кому это интересно, записывайтесь. Может быть, вам это поможет. И вы тоже станете блогером. И жизнь ваша станет прекрасна. Так, мы с Полиной. Проснулась наконец-то в первом часу дня. Выспалась. С Светой. Идём собирать на чужой огород. На чужой огород, да, Полин? Что мы идём собирать? Расскажи. Клубнику. Ещё. Миша Солезнякова. У Миши фамилия, оказывается, Солезняков. Вот. Идём собирать клубнику, огурцы. Что ещё, Полина? Клубника, огурцы. Можем морковку. Ну, может быть, морковку. Ну, что выросло. Посмотрим. Да, морковка чуть-чуть. Там одна морковка, я видела, выросла. Ага. На улице тепло, хорошо. Веня с нами, конечно же, идёт. Вот он, Веня. Тоже на прогулку. Был дождик небольшой. Но сейчас закончился. И так, душновато. Ну, тепло, да, хорошо на улице? Нет, можно завалясь. Ну, немножко душновато. Ну, душновато, потому что будет ещё дождь. Дождь, да? Да. Да, вообще, сейчас сходим, если нарвём, потом можно будет вот так вот прогуляться, Свет, вокруг, вот так посмотреть, пока дождя нет. Ты походишь с нами тоже вокруг вот так? А, да. Везде походим, посмотрим, прогуляемся. У тебя здесь нету этого самоката? Нет. Ага. Вот, вот в Робоксе у нас с Мишей, у него там фамилия Миша Слезняков. Ну, ладно, хватит. Он такой варьянный. Вот здесь вот кто живёт? Вот друзья ваши живут здесь, да? Да, вот тут. Вот здесь, в этом доме. Вадим и Андрея. Вадим и Андрея, да, здесь живут. Миша далеко живёт? А, ну, сейчас с руки касалась. Вот уже Марго, он, он то есть рядом с Марго живёт. Он ещё такой вредный, как ты можешь любить. Не знаю, мне нравится Миша. Он вредный, он противный, он меня бьёт. Ну, он бьёт, он ещё маленький, как бы. Меньше. Ему сколько лет? Мне пять. А, тебе шесть. Да, ну, он выглядит какой-то маленький совсем. Ну, не знаю. Я ему на один год старше. Ну, ты у нас вообще шесть лет, а взрослая, как будто тебе все восемь. Вот Миша дом. Идём сюда. Ага. А, они уехали. А вон там как раз батут и огород сразу. До обеда. Смотри, сколько ромашек. Какая красота. Ой, вот фотку красивую сделать. Если там встать, то красивая фотка будет. Ну, лучше не надо туда, а то там... Там может быть борщевик. Борщевик и змея ещё, может быть. Не надо. Пойдём. Вот он, Мишин дом. Пришли. Сейчас ключи возьмём. У него датчик в виде яйца. Какого яйца? На яйцо-то точно не похоже. Так, давайте посмотрим с вами другой ещё участок. Тоже вот такой домик у них. Большой участок. Ну, у них больше восьми соток. У них, наверное, соток десять или... Нет, ты что? У нас восемь, и у них соток десять-двенадцать, может быть. Думаю. Цветов тоже много. Здесь беседочка такая закрытая. Ку-ку, что там попало что-то тебе? Да ты что-то тебе... Ну, сейчас хорошо всё полилось. Поливать ничего не надо. Ну, у них тоже что-то какая-то проблема там с насосом случилась. Так, пойдём в теплицу. Тоже батут такой же, как у нас. Давай, давай. Велик. Ну, у них сколько... У них же сколько детей? У них же не только Миша. У них брат и сестра. Ай, трое детей, да, ещё брат и сестра. У них маленький батут у меня... Клубничку я вижу. Соберём сейчас, девочки. Сейчас, давайте сначала посмотрим в теплице. Что у нас в теплице. Ой, огурцов надо собирать все. Ты посмотри, сколько огурцов сейчас наберём. Ой, они уже перерастают. Какие хорошие огурцы. Очень много. Огурцы надо собрать. И помидоры растут. Помидоры ещё рано. Это зелёные, понятно. Это ещё зелёные. Их можно... Вот эти? Ну да, соберём. Вкусно? Я что, собираю я? Полине нравится очень. Что тебе, расскажи, как тебе нравится? Потереть листок и понюхать. Очень вкусно. Мандарином пахнет. Вообще-то так помидор пахнет, когда он свежий. Когда ты его только сорваешь. О, вот уже маленькие помидорки растут. Да, да. Помидорки растут, но они ещё зелёные. Они ещё позже будут. Господи, Леня! Света уже за урожаем пошла. А они такие должны быть колючие? Конечно. Они сначала колючие. Надо будет огурцы все собрать, потому что они просто уже перезревают. Лучше засолить их, можно что-нибудь сделать. Вот перцы. Да, перцы у них, смотри, какие. Перцы. Вот, смотри, хорошие. Зелёные. Но они должны быть красные. Здесь тоже перчики. А есть зелёные? Да, есть зелёные. Да, может быть, это и зелёные, но навряд ли. Скорее всего, пусть лучше растут. Это баклажаны. Я вот вижу синенькие цветочки. Это баклажаны будут. Там тоже помидоры. Ну, классно. Так, ну ладно, мы собираем. Душно, да, мы будем собирать. Так, семейство Сорокинах на сборе огурцов. Эй! Я огурцов. Слушай, ну это мы маленький пакет взяли. Придётся ещё раз идти. Я буду с тобой собираем. Потому что... Такие не надо, это маленькие. Или собирать такие. Какие? Вот такие. Это что, все собирать? Они не должны быть, наоборот, большими. Вот такие не собирать. Вот, вот такие. Посмотри, Свет. Вот такие не собирать. А вот такие все собирать, это уже всё. Я тоже хочу. Это уже, видишь, какие переросли. Ну, дай ей до ноженка вам. Аккуратненько будет связать. Так, Валит, вон она там, смотри, какие огромные. Так, собрали клубни. Валитику по чуть-чуть. Вот ещё под этим листом, Свет, большим. Вот под этим листом. Вот. Под этим. Поднимай. Вот, под этим. Поднимай. Во. Не это. Ага. А это... А это укроп. Вот это. Листья салата, кстати, вот можно тоже собрать. Потому что они перерастут, они уже будут горькие. Угу. Это щавель. Кстати, щавель тоже можно собрать. Надо ножнички. Укроп. Свекла. Как можно, кстати, в супчик добавлять? Свекла у них растёт пока пускай. Свекла. Капуста тоже растёт. Укропчик, да. Суп. Морковка, вот она маленькая. Ты срывала, что ли, в прошлый раз? Ну, её просто посмотрели. Ну, такую можно съесть. Ну, вот так можно. Её помыть и съесть. Это очень... Да. Ну, бери, дома помоем. Ну, да. И съеди. Я трубу возьму. Сегодня суп можно сварить на вес. А ты будешь суп-то есть куриный? Да, я буду. Я люблю куриный суп. Так, надо принесли тут эти ножнички, Свет, пожалуйста. Да давайте секатор лучше, секатором лучше. Ага. Так их можно... Слушай, а сколько земляники. Смотри. Да, только она уже невкусная. Ну, попробуем давай. В общем, мы три морковки, немножко клубнички, немножко щавеля нарвали. И много клубники. Немного клубники. И много огурцов. Ага. Лишь пакет. Лишь пакет, чтобы до завтра хватить. Кстати, завтра мы уже уезжаем. Нет, ещё. Ты что? Завтра ещё только будет... Сегодня пятница, завтра суббота. И в воскресенье мы только поедем. А в воскресенье через четыре дня? Через два. Всё, я супчик сварила. Легла отдохнуть немножко. Потом голяшки я тоже замариновала уже. Куриные. Потом будем их жарить на костре, на решёточке. Вот. И... Легла. Легла отдохнуть. Чего картошку только осталось начистить. Наверное, картошку запечём, скорее всего, в духовке. Сделаем вкусненько. Легла, лежу. Классно. Тепло-тепло на улице. Тепло. Хорошо, что нет дождя. Ну, возможно, дождик будет. Но даже душно, значит, очень большая влажность. Вот. Ну, всё равно классно. Прямо вообще красота красотой. Отдыхать, конечно, всегда хорошо. Что ни говори. Отдыхать не работать. Лежу здесь вот, где мы сегодня завтракали. На этом диванчике залеглась я. Улеглась. Тучки вот, видите, такие. Ну, всё равно. Ветра нету. Очень тепло. Ну, градцев 27 точно. Очень тепло. Ну, тучи. Кругом тучи. В любой момент может пойти дождик. Ну, лучше бы его до вечера вообще не было. Книжку ещё не начинала читать. Книжку, которую Света подарила, ещё не начинала. Ну, привезла мне почитать. Не начинала ещё читать. Чё-то всё некогда. Тут пошли на чужой огород собирать огурцы, клубнику. В общем. Не, ну, это надо было собрать. Они сами сказали, собирайте. Лиза сказала, тетя Ира, соберите обязательно. По поводу того, что меня Лиза зовёт тетя Ира. Лида меня тоже зовёт тетя Ира. Я вообще не против. Я им сразу, я уже там кому-то ответила. Я сразу сказала, как хотите, так меня называйте. Хотите тетя Ира. Хотите просто Ира. Хотите на ты. Хотите на вы. Я говорю, мне вот вообще. Другой, я говорю, Ирина Юрьевна мне вообще не нравится. То есть по имя-отчеству. Это как-то официально. Я не хочу быть как-то на официальных таких нотках, чтобы как-то всё по-простому было. Я это не люблю, этот пафос всякого. Вот. Поэтому меня устраивает. И Илюша тоже тетя Ира зовёт. Лизину маму её тоже Ира зовут. Тетя Ира. Также нормально, абсолютно. Вот, поэтому как-то мы на это внимание не обращаем. И мне вообще абсолютно, я говорю, всё равно. Поэтому мне даже нравится. Вот. Так что всё нормально. И на супчик будем кушать. А не печеньки. Ага. Чего? Так, наливаем супчик щавелевый у нас. Ой, блин, развела. В садике такой супчик тебе даёт? Да. Ну, говорит, любит такой суп. Ну вот, давай. Всё. Планшет ставь. Нет, садись не на корточках, как ты сейчас сидишь, Полин. Полина, а нормально? Ножки свисают и туда. Нормально. Да. Давай, Полин, садись, правда. Всё. Мы начинаем обедать. Илья сказал, что пока не будет. Он там в бане у нас сидит, телевизор смотрит. А мы начинаем обедать. Приятного всем аппетита. Да. У нас дождь то есть, то нет. Полина босиком выбежала. Капли, смотрите, какие огромные у нас. Прям гигантские капают сейчас. Ну, практически его и нет. Полин, вот. Мне тапки натирают. Ну, тёплые вообще. Ну, надень другие тогда. У тебя же тут много обуви. Ну, в принципе, земля, этот, асфальт. Ой, эти камушки не холодные, тёпленькие. Но всё равно иди, давай. Холодно на улице, давай. То дождь, то, видишь, мы только сели. Опять капли. Пойдём. Пойдём. Все домой. Все домой. Все домой. Все домой. Венёк. Полина Ильинчна. И? Полина Ильинчна. Разлетелись. Пойдём. Субтитры сделал DimaTorzok